Сорвавшийся с крыши лавина и снега и наледи угодила в дворника. На карете скорой помощи женщину доставили в одну из городских больниц. Пострадала женщина на работе. Пенсионерка убирала снег на земле, но он рухнул с кровли. У дворника ушибы головы, но с кого спрашивать за травмы не ясно. В настоящее время прокуратура выясняет конкретно откуда сошел снег, было ли это с кровли, либо он сошел с козырька балкона в одну из квартир. Это необходимо для установления лица, который виновен в травмировании пожилой женщины. Между тем, подобная опасность грозит всем горожанам. Эта сосулька, например, нависает аккуратно от входа в магазин одежды. Зывать на помощь коммунальщиков продавцы не спешат. Говорят, бесполезно. Благо, что мы общаемся с соседями с четвертого этажа. Вот они иногда приходят, костылем сбивают сосульки с крыши. Насчет ремпы и машины ни разу я не видела, чтобы они чистили снег с крыши, либо сбивали сосульки. Предотвращать такие инциденты призваны квартальные. Однако у инспекторов практически связаны руки. По областному закону об административных правонарушениях, квартальный может лишь передать тревожные данные в департамент жилнадзора. Из-за этого процесс реагирования зачастую затягивается. Приходится искать общий язык с коммунальщиками. Какие-то острые моменты. Мы буквально делаем заявки в телефонном режиме. И, как правило, в этот же день на какой-то особо опасный участок управляющая компания присылает своих работников, и они работают. Если управляющая компания не реагирует на ваши заявки по поводу сосулек, жалуйтесь квартальному инспектору. На сайте районной службы заказчика можно найти его не только служебный, но и мобильный телефон. Юрий Шумков, Иван Быков, Городской дозор. Оле Городской дозор. Продолжение следует...